В эфире телеканал «Звезда», военная приемка. И этот выпуск мы начинаем на Камчатке, в том самом месте, которое в США официально называют осиным гнездом. То есть вот оно, осиное гнездо российской армии. Мы же говорим «подводные силы Тихоокеанского флота». Ну а если называть вещи своими именами, это, наверное, одно из тех немногих мест на планете, где моряки-подводники несут службу в самых суровых условиях. Называется это место Велючинск. Большую часть года здесь стоит мороз, почти полгода лед, и только три летних месяца можно считать полностью бесснежными. Не в США, да и вообще ни в одной другой стране мира подводных баз, работающих в таких сложных метеоусловиях, нет. Сравниться с Велючинском может разве что наша Гаджиева в Баренцевом море. Там тоже холодно и сурово, но туда все же заходит теплый гольфстрим. И поэтому по абсолютным показателям отрицательных температур Камчатка явно лидирует. Среди всех подобных баз на Земле здесь настоящий полюс холода. А с точки зрения географии, это самая приближенная к США точка сосредоточения подводных лодок. К тому же с ядерными ракетами. Для наших заокеанских коллег настоящее осиное гнездо, которое с годами станет еще более мощным. Может, это и не сразу бросается в глаза, но сейчас здесь идет масштабное строительство в прибрежной зоне. А это не только центры спецподготовки подводников и учебные классы. Это, например, многокилометровые подземные тоннели и магистрали с дистиллированной водой. Так чем же живет сейчас и какой станет в будущем подводная столица Дальнего Востока прямо сейчас в военной приемке? Чтобы своими глазами увидеть атомный подводный флот на Тихом океане, вам надо прилететь в Петропавловск-Камчатский. Там вы садитесь в машину и любуетесь видами на вулканы и океан. Потом глаз цепляется за ледокол, крушище лед, но вы едете дальше. Через час проходите первый контрольно-пропускной пункт. Еще через 40 минут второй. Теперь, когда вы непосредственно подходите на территорию подводных сил Тихоокеанского флота, идет проверка документов. Здесь вы оказываетесь в своего рода шлюзовой зоне. Тут обращаем внимание на пулеметчика, у которого своя бойница. Проходим дальше. Так, вы попадаете в Осиное гнездо, но не в самый его центр. Можно сказать, на окраину. Здесь у вас третий раз проверят документы. Наконец, когда вы подошли вплотную к пирсу, когда вы видите глазами лодку, выясняется, что тут есть еще одна зона контроля. И здесь мы, журналисты, имеем право пройти только в сопровождении, прошу сейчас подойти сюда, в сопровождении высокопоставленного офицера флота с соответствующим допуском. Там еще один шлюз. Кстати, здесь так и написано. Шлюз, вход по одному, предъяви пропуск. Проходим. Несмотря на то, что у сопровождающего нас офицера есть электронный пропуск, он тем не менее все равно предъявляет удостоверение личности. Мы, как журналисты, готовим паспорта. После четвертой проверки, кажется, все уже позади. Но нет. На пирсе вас встречает вооруженный вахтенный. Стой, кто идет! Капитан перворанга Кузнецов с проверкой! Вот интересный был момент. Мы дошли до границы поста. Здесь тот самый вооруженный верхний вахтенный крикнул, стой, кто идет. Нас остановили. Капитан перворанга Кузнецов с проверкой. Это вот наш сопровождающий. Между прочим, заместитель командира дивизии. Вахтенный связывается с дежурным офицером в рубке, тот со старшим на борту. Вскоре начинается пятая проверка документов. И это при том, что все разрешения у нас есть. Но таков порядок. Вооруженный вахтенный, допустить прибывших лиц! Это к вопросу о том, как охраняются подводные силы ТОВ. Ну вот почти три часа у нас ушло на то, чтобы пройти все кордоны. Наконец, достигнута первая цель нашего визита – атомный подводный крейсер «Тверь». «Тверь» – это корабль проекта 949А «Антей». Лодки этого проекта принято называть именами городов. На Камчатке несут службу «Тверь», «Омск», «Томск». Основное предназначение этих кораблей следует из названия дивизии, в которой они состоят, противоавианосная. Вот и сегодня «Тверь» отрабатывает атаку на авианосную группу. Сначала условного противника атакуют ракеты, дальше в ход идут торпеды. Многим кажется, что это журналистский штамп. Если фильм про подводные лодки, в нем обязательно должны быть учения. Возможно. Но где бы ни находилась лодка, хоть в базе, хоть в автономке, учения на ней проходят не просто каждый день, а по нескольку раз в день. И хотя военная приемка подобные вещи неоднократно снимала даже здесь, на Камчатке, все же сегодняшние учения из разряда тех, что нам еще ни разу не показывали. Сначала обращают на себя внимание крепкие парни с автоматами. Их вызывают не куда-нибудь, а на главный командный пост. Кстати, все они из экипажа «Твери». Дальше подводники готовятся стрелять из иглы. Казалось бы, где подводная лодка, а где ПЗРК. Но так проходит тренировка по отражению авианалета. Но и это еще не самое интересное. Для многих станет открытием, что на атомном подводном крейсере из вооружения имеются не только ракеты и не только торпеды, но и... что это такое? В данном случае вам представлен гранатомет ДП-64, основное предназначение которого является уничтожение подводных диверсантов, то есть для обеспечения противоподводной диверсионной обороны. Обращайте, могу попробовать навес? Применение которого возможно на дистанциях до 400 метров. Здесь две гранаты? Именно так. Две гранаты, причем используются гранаты как боевые, так и сигнальные. То есть с обозначением места нахождения диверсанта и сосредоточением по нему огня. Комплект 16. Есть. Влом изолированный. Есть. Поезд страховочный. Проходит еще минут 20, и на ГКП вызывают разведчиков. На ногах у них калоши, в руках фонари. Им придется пойти на разведку в задымленное помещение. Понимая, что задача эта в реальной ситуации смертельно опасная, офицер четко следует инструкции. Он обязан убедиться, что разведчики готовы, и что никто из них ничего не забыл из инструментов. И вот теперь, внимание, вопрос. Как вы думаете, что происходит на лодке, если тут и борьба с диверсантами, и битва с авианосцем, и торпедная атака, и пожар? Отвечаем. Ежегодная проверка. Но не экипажа подводных лодок, а вот этих офицеров в черной форме. Поначалу мне казалось, что вы проверяете действия личного состава. Это не так? Нет. Сегодня у нас наша главная задача была показать обучаемым, что как действуют флагманские специалисты методически правильно по оценке действий личного состава. В футболе приблизительно так же проверяют компетенцию судей. Игроки на поле могут делать, что хотят, нарушая правила. Важно, чтобы судьи давали их действиям правильную оценку. В этом и сила подводных сил ТОФА. Здесь под особым контролем не только экипажи подводных лодок, но и те, кто их проверяет, и даже те, кто проверяет проверяющих. Все-таки на борту этих лодок ядерное вооружение. В США ваше объединение называют осиным гнездом. За что? Ну, американцы любят громкие названия. На самом деле это называется наше объединение командования подводных сил Тихоокеанского флота. И было образовано в 1938 году с прибытием всех первых трех дизельных подводных лодок. За это время прошло последовательно соединение, которое называлось дивизион, потом бригада, дивизия, далее эскадра подводных лодок, флотилия подводных лодок. И сейчас это командование подводных сил. Это интервью мы записывали летом 2019 года. Спустя полгода на погонах командующего прибавится еще одна звезда. А тогда у телеканала «Звезда» появилась уникальная возможность побывать в святая святых подводной столице на командном пункте. Журналистов сюда пускают впервые. Юго-восточный полуострова Камчатка обнаружен отряд боевых кораблей НАТО на переходе в северо-восточном управлении. В составе крейсера «Мобилбэй» эсминцев «Джон Маккейн» и «Дикейта». В отличие от того, что мы слышали на подводной лодке, это были уже не учения, а доклад о реальной обстановке, который шел, к тому же, на самый верх. В Национальный центр управления обороной. Информацию об активном движении такой крупной группировки кораблей НАТО там восприняли очень серьезно. Командующему подводных сил начать развертывание сил в районы боевого предназначения. Проходит несколько минут, и в Москву уходит второй доклад. Первые меры уже приняты. В целях нейтрализации возможных угроз со стороны отряда боевых кораблей НАТО произведено переразвертывание сил выполняющих задачи боевой службы. Командующий подводных сил. А теперь обратите внимание, как изменилась обстановка в центре управления, как выросло число больших звезд на погонах присутствующих офицеров. Это значит, что подводные силы приведены в высшую степень боевой готовности. Пройдет всего пару дней, и станет ясно. Выход подводных лодок – это лишь часть реакции на Камчатский поход американского флота. В это время в Абачинской бухте собираются корабли надводные. Корветт совершенный, корабельный командный пункт управления маршал Крылов, к выходу готовится крейсер «Варяг». Ну а сама база подводных лодок продолжает жить обычной жизнью. Вот еще один интересный и малоизвестный для большинства эпизод – размагничивание. Дело в том, что металлические корпуса подлодок намагничиваются. Это сродни статическому электричеству, которое имеет свойство накапливаться. Намагничивание опасно тем, что демаскируют лодку. Поэтому каждый раз, уходя в поход, лодки проходят процедуру размагничивания. Встают на якорь в определенном месте, где спустя время их обмотают кабелем, ток в котором снимет магнитное напряжение. Перед нами многоцелевая лодка проекта 971 «Щука-Б». Ее основная задача – охрана стратегов. А это она же зимой. Вообще на Камчатке базируются четыре типа подводных лодок. «Щуки» – это раз. Уже знакомые нам противоавианосные «Антеи» – два. Их еще называют батонами за характерную форму корпуса. Номер три – это кальмары с баллистическими ракетами на борту. И, наконец, самая современная составляющая подводных сил – новые лодки проекта «Борей». Тоже с баллистическими ракетами. Задача и Бореев, и Кальмаров – незаметно уйти под воду и нести боевое дежурство, выполняя функцию ядерного сдерживания. А нет такой ситуации, что когда мы выходим в Тихий океан, нас уже где-то там на выходе поджидают подводные лодки потенциального противника? Безусловно, противник внимает и следит за нашей деятельностью. Он принимает меры, мы принимаем контрмеры. Это постоянная игра, если так можно выразиться, в кошке-мышке. Безусловно, когда они предпринимают какое-то действие, мы – контрдействие. Это творчество, это искусство, искусство подводной службы. Насколько появление новых кораблей, таких как подводные стратегические крейсеры класса «Борей» добавляют вам, ну что ли, козырей в этой игре? Ну, такие крейсера, как «Борей», добавляют, наверное, козыри не мне, а всему нашему государству, потому что это уникальные корабли. Сущность подобного корабля – плавучий космодром. Только вместо спутников там полезная нагрузка носит другой характер. Итак, утро следующего дня мы начинаем с похода на плавучий космодром по имени Владимир Мономах. Ещё затемно здесь готовится построение. Влад, и Гюнь, подняй! Влад, Гюнь, подняй! Типичное начало дня для экипажа любой подлодки, после которого личный состав, а это больше ста человек, должен достаточно быстро спуститься на своё рабочее место. Проблема в том, что вход на лодку один, и он узкий. Стоим в очереди на подводную лодку. Отстояв очередь и спустившись вниз по трапу, мы натыкаемся на два объявления. Вытирайте ноги, это понятно. И второе – использование мобильных телефонов запрещено. А вот это уже странно. Какие мобильные телефоны? На лодке ведь нету связи. Но современный телефон – это ещё и фотоаппарат. А фотографирование без специального допуска здесь запрещено. Главное оружие на Мономахе – баллистические ракеты «Булава». Вот сейчас мы заходим в четвёртый ракетный отсек. Здесь находятся шахты ракет. Они обозначены цифрами 1, 2, 3, 4. Всего здесь 16 шахт. И за свою историю Мономах четыре раза пускал ракеты. Каждый пуск отмечается звёздочками. Вот мы видим раз, два, две звезды в один день, 14 ноября 2015 года. Это был парный пуск. Вот они, эти кадры, сделанные в ноябре 2015 года. Мы не знаем, когда будет следующий тренировочный пуск, и будет ли он вообще. Но в тот день, когда на лодке работала военная приёмка, Мономах выходил в море. Но не в открытое море, а в бухту, покрытую льдом. А это значит, что сначала Мономаху предстоит вырваться из этого ледяного плена. При этом надо понимать, что отход от пирса такой большой громадины, как подводный ракетоносец, это очень серьёзная операция. Даже в условиях открытой воды нужна помощь минимум трёх буксиров. Правильная отшвартовка – это вид технического искусства. Нужно аккуратно отодвинуть лодку от пирса, чтобы она могла включить малый ход. Но сейчас, когда подошли буксиры, подводная лодка немного сдвинулась. Мы это видим по очертанию льда. И сейчас у нас появилась возможность показать приблизительно, какая толщина льда вокруг лодки. Тут надо понимать, что лёд этот неосновательный. Его постоянно здесь, в прибрежной зоне, постоянно перемалывают то ледоколы, то буксиры. И второе. Поскольку сегодня день не слишком морозный, до этого дни были достаточно тёплые, организаторы вот этой операции приняли решение не использовать ледокол. Лёд, говорят, сегодня достаточно мягкий. Вполне с этой работой, с задачей проводки справятся буксиры. Будут участвовать три буксира. Два из них сейчас поджимают лодку, и один ещё пойдёт третий в сопровождении. Вот на этом третьем находится наш оператор, который будет следить за всей этой операцией со стороны. Как только лодка отходит от пирса на пару метров, буксиры начинают расчищать лёд и подталкивать стратега своими бортами. Вот тут надо объяснить, что буксиры на данный момент помогают нам только маневрировать, поворачивать влево или вправо. В целом же лодка движется самостоятельно с помощью РДК. Ну, а если говорить проще, то есть с помощью электромоторов. РДК – это резервный движительный комплекс. На лодке таких четыре. Мы снимали их на заводе «Севмаш», где строятся Бореи. Они обеспечивают сейчас движение. На румбе. На румбе. Триста ползой. Триста ползой. Руководит процессом командир Владимира Мономаха Дмитрий Лагунов. Инерция. Очень медленно пошла влево. С вершины надстройки он управляет операцией, словно дирижер оркестром. Выбирает курс, дает указания подчиненным. Также под его контролем находятся два буксира. Выходит в руках командира, образно говоря, сейчас три штурвала. Сложность этой проводки заключается в том, что необходимо удержать корабль в ледовой обстановке именно по назначенному курсу. Как вы оцениваете лед на сегодня? Лед сегодня хороший, поколотый, поэтому движение возможно без существенных проблем. Если бы лед был толстый, то ледокол бы пустили вперед? Обязательно. В обеспечении ледокола был бы выход из вазы. Тем временем на глазах утюленей лодка выходит на открытую воду. Это сверху казалось, что мы бледемся как черепахи. Но если спуститься ниже, кажется, несемся не хуже дельфинов. Здесь, конечно, стоило бы задать командиру вопрос, а куда идет корабль? Но это как раз то, о чем нас просили не спрашивать. Сейчас наш караван вошел в ледовое поле, и тут мы должны рассказать историю о том, как эта лодка однажды прошла по-настоящему большое ледовое поле под Северным полюсом, правильно? Нет, под Северным ледовитым путем. Северным ледовитым путем. Значит, это было в 2016 году. Крейсер перегоняли сюда Северным путем. Северным морским путем. Подо льдом все время двигались. Да, двигались подо льдом. Движение было опасным, так сказать. Маневры все ограничены подо льдом. Ну, перешли. Мне кажется, вы мало используете эпитетов, когда говорите опасным. Потому что проход под мощными паковыми льдами на подводной лодке – это мероприятие очень рисковое. Надо заметить, что далеко не всем экипажам дают право участвовать в таких мероприятиях. Да, экипажа отрабатывают специальные задачи для прохода подо льдом. На выходе из Завачинской бухты мы слышим команду приспустить флаг. Проходим памятное место. Это место, в котором англо-французская эскадра в 1854 году потерпела поражение от наших жителей города Петропавловска-Камчатский. Отстояли наши земли. То есть, поэтому у нас такой ритуал. Для многих это станет открытием, но эти земли пытались отнять у России. Британцы и французы даже высадили здесь десант. Но наши предки отстояли Камчатку. На флаг! Смирно! Флаг! Приспустить! Флаг! До места! Вольно! Штурман! Босса на румбе! На румбе 300 полсотни 6 половины! Держать 300 полсотни 6! Инерция! Хорошо! До точки! Как только подводная лодка вышла из ледовых полей, казалось, можно уже расслабиться. Но тут командир объявляет учебную тревогу. В корпусе пробоина. Первым делом надо срочно задраить отсек и тут же натянуть непромокаемые костюмы. Главное – все делать быстро. Сейчас мы находимся в одном из ракетных отсеков. Вот эта огромная стена. Раз и два. Это на самом деле шахты, в которых находятся ракеты булава. И сейчас здесь отрабатывается один из элементов борьбы за живучесть. Что конкретно? Конкретно поступление забортной воды в пятый отсек. Что парни делают? Парни устанавливают раздвижной упор для заделывания, для устранения течи. Главная цель таких занятий – добиться автоматизма. Любую течь моряки должны уметь устранять максимально быстро. Хоть в дыму, хоть в полной цемноте. Мич Манушаков! Выключить освещение трюма! Вот сейчас выключат свет. Мы достанем наш фонарь, чтобы зрителю все-таки было видно, что сейчас происходит. В данный момент они что делают? В данный момент открывают клапан аварийного осушения. Вручную. Вот сейчас это более-менее легко с нашим фонарем. А давайте попробуем выключить его. Вот в этой ситуации они как ориентируются? Ориентируются на осушение. Будем откровенны, пока нет реальной протечки, авария не выглядит страшной. Чтобы почувствовать, что такое настоящий потоп, на берегу выстроен целый учебный центр. В чем достоинство этого учебно-тренировочного комплекса? Здесь можно устроить настоящий потоп на корабле, когда вода будет бить из стены, из пола, из потолка. Более того, точно такой же потоп в это время можно организовать во втором помещении. Вот заходит сейчас аварийно-спасательная партия на подводной лодке. Это стандартная численность 5 человек. И сейчас их задача будет пробить за пробой в другом помещении. В это время мы делаем всего-напсего 10 шагов в сторону. И здесь у нас уже начинается пожар. Горит один из отсеков. Что там случилось? В отсеке произошло возгорание электрощитовой и обшивки корабля. Вот как раз только что, ух ты, это пиропатрон сработал, да? Заходит наш оператор. Давайте объясним. В такую ситуацию мы должны, в такой ситуации воспользоваться. ПДА – это аппарат, предназначен для защиты органов дыхания. У каждого подводника такая ПДА-шка есть в обязательном порядке. Ее вскрывается до щелчка и одевается. Делается вдох, выдох. Дым наполняется. Тем временем сюда заходит уже аварийная партия. Пожар на подводной лодке страшнее любой протечки. В замкнутом пространстве дым распространяется так быстро, что часто подводники даже не успевают надеть дыхательные аппараты. Вот и у нас не прошло и 10 секунд, как дымом заволокло все вокруг. Пожарные достают огнетушитель, рукав запускает пену. Несколько секунд – и огонь потушен. От себя могу добавить, что вот эта вещь оказалась куда более удобной, чем она смотрелась нам во время съемок. Ну, какой-то такой вроде странного вида пластик, но в нем очень удобно, то есть никаких проблем ни с дыханием не было, ни дым не проникал. Все, парни, выполнили задание, давайте выходим, жмем руку победителям огня, видимо под впечатлением, не слышат. Спасибо. Пожар потушен в отсеке, дело сделано. Впрочем, этот пожар не оказался опасным, уж больно быстро его потушили. И тогда инструкторы предлагают повысить градус испытаний. Интересно, что точно такой же пожар здесь, на территории учебного центра, можно организовать в помещении по форме, максимально напоминающем подводную лодку. Вот мы видим условный фрагмент прочного корпуса, фонари на входе, ровно такие, какие используют наши моряки-подводники. И, в отличие от того тренажера, здесь, конечно, пламя можно сделать куда более ярким. Я сейчас прошу добавить яркости. Добавляем. Ух ты, какой силы пожар! Еще можно даже чуть-чуть. Вы, наверное, не видите, но там внутри находится уже специалист. Подойдите сюда, пожалуйста, инструктора, давайте покажем. Он жив, у него специальный костюм. Здесь уже не ПДА, а куда более серьезное. Изделие называется ИП-6. Давайте еще раз поддаем и начинаем тушить. Открытое пламя инструктор заливает специальным составом, а после все покрывает слоем пены. Вот характерная особенность этого тренажера в том, что здесь мощнейшая вентиляция. Вот представьте, в помещении, где буквально минуты три назад было вот такое пламя, в мой рост. Сейчас не просто сюда можно зайти, хотя вот стенки, поверьте, очень горячие. Здесь можно дышать без всякого ПДА, без ИП-6. В момент возгорания нам казалось, что, несмотря на специальный защитный костюм, инструктор все же получит ожоги. Но он наоборот. Весь выемок словно стоял под дождем. Тем временем, пока мы тушили пожар в одной зоне учебного центра, в другой подводники сменяют друг друга, сдавали нормативы по борьбе с протечками. В-третьей осваивали методы спасения с помощью ПСН – плота специального надувного. Однако по-настоящему экстремальные нагрузки переживали те, кого закрывали в глухом пространстве торпедного отсека. Встать, включиться в аппарат. Открываем оба баллона одновременно. Настоящий ад для страдающих клаустрофобией. Но именно так подводники будут спасать свою жизнь, когда не будет другого выхода. Вот для меня стало откровением, что оказывается, такую процедуру каждый подводник проходит раз в год. Так точно, раз в год проходит. Все экипажи приезжают сюда? Все экипажи, и каждый лично, начиная от командира и до последнего матроса, проходит данную задачу. То есть человек с 25-летним стажем раз в 25 проходил? Так точно. По-настоящему страшно становится тогда, когда во всех пускают воду. Если с костюмом что-то не так, это гарантированная смерть в темноте, тесноте и духоте. Впрочем, в нашем случае, как и положено, все идет по плану. И моряки-подводники благополучно выбираются из трубы на свободу. Если вспомнить историю подводного флота, вообще, насколько часто использовался такой способ покидания? Были случаи покидания даже у нас в Рыбачьем. Это было лет 15 назад. Личный состав прямо в бухте покидал лодку с помощью торпедного аппарата. Все вышли? Так точно, все живы, здоровы. До сих пор живут и радуются. И дети служат подводниками, и также проходят ОВД у нас. Учебный центр – лишь одна из шестеренок большого и сложного организма базы подводных сил Тихоокеанского флота. Кроме этого, тут есть и военный городок, и штаб, и дом офицеров, сложная система охраны, и примыкающий к базе город Вилючинск с его ледовым дворцом и огромным аквапарком. Все это, между прочим, специально построено для подводников и их семей. Впрочем, все эти хоккейные площадки и водные горки не идут ни в какое сравнение с тем, что создается сейчас рядом с пирсами атомных ракетоносцев. Тут и компрессорная станция, и химическая лаборатория, и мастерские для ремонта водолазного снаряжения и спасательных костюмов, вентиляционные камеры, холодильные установки. Не на каждом заводе такое увидишь. Одна ЗСС, зарядно-сетевая станция, чего стоит? Дело в том, что это не просто здание, а умная зарядка, если сравнивать подводную лодку, ну, например, с телефоном. А вот как выглядит это ЗСС внутри, первое помещение под станцией. Тут надо объяснить, что все, что увидите внутри, предназначено не для обслуживания инфраструктуры, а исключительно для подводных лодок. Дело в том, что на лодке категорически исключены скачки напряжения, и вообще ток должен четко соответствовать заданным параметрам. Более того, на подводной лодке используются токи разных типов. Например, в этом зале приходящий переменный превращается в ток, постоянно использующийся, ну, например, для зарядки аккумуляторных батарей. Более того, не все знают, что в военной технике не только на подводной лодке, но и, например, на станции С-300, С-400 используется ток высокой частоты. У нас в розетках 50 Гц, здесь 400. Для чего это нужно? Для уменьшения размеров трансформаторов, двигателей, другой электротехники. И вот теперь, внимание, вопрос. Если все это, все, что вы увидели здесь, существует на лодке в уменьшенном виде, зачем все то же самое построили на берегу? Это правда. Она действительно может себя обеспечить всем, что ей необходимо. Но когда подводная лодка приходит в базу, становится к пирсу, исключительно важно, чтобы инфраструктура обеспечила ее всеми средами. С тем, чтобы материальная часть, которая работает в море, могла отдохнуть, могли сохранить ее моторесурс. Жизненный цикл подводной лодки около 30 лет. Если она будет находиться на самообеспечении, то проживет как раз этот срок. Но за счет обеспечения ресурсами базы, жизнь лодки может продлиться. База Вилючинске – первый на нашем флоте такой серьезный объект, где государство вкладывает огромные средства именно в инфраструктуру. Вот вы видите только маленькую толику того, что здесь строится. Большое количество объектов находится даже не здесь, а рядом с этим местом. Здесь многие здания будут изменены. Появится большее количество причального фронта. Даже ландшафт самой базы изменится. Это грандиозная работа. Я только одну цифру назову. Значит, груза, грунта отсюда надо вывезти более миллиона тонн. Более миллиона тонн. Да? Чего себе? Уже по одной этой цифре понятно, насколько большие изменения ждут эту прибрежную территорию. А теперь посмотрите, какие многокилометровые тоннели прорыты здесь под землей. Сразу вспоминается фильм «Секретный фарватер. Борьба с иммерсантами». Настоящие фортификационные сооружения. Хотя на самом деле все несколько обстоит уначе. Здесь труба из нержавейки, подача воды, высокой частоты воды, по сути, дистиллированной. Дальше вода питьевая и вода для системы пожаротушения. Что самое удивительное, таких тоннелей здесь не один. Следующий погружаемся. В этой галереи пойдет пар высокого давления, система канализации. Дальше система электрособжения. Вот как раз сейчас здесь, в этом месте, только-только прокладывают кабели. Впрочем, это сейчас здесь все строится по последнему слову техники. 82 года назад в этих краях была дикая земля. Подводные силы Тихоокеанского флота начинались всего-навсего с трех подводных лодок и небольшого судна под названием «Саратов», где жили подводники. Практически в дикой местности была создана база подводных лодок на острове Лахтажный. Здесь не было ничего, кроме леса, а также диких зверей. Сейчас база окрепла и стала главной восточной опорой ядерного щита. Особую роль в этом щите играют два недавно пришедших на ТОВ «Борея». Это атомные крейсеры «Александр Невский» и «Владимир Мономах». Итак, мы снова возвращаемся на плавучий космодром. Следующий день начинается с торпедной атаки. Учебной, конечно. Крейсеры выходят на позицию, всплывают на нужную глубину и поднимают перископ. Поднимается перископ номер один-два. Поднимается перископ номер один-два. Ты можешь их отойти? Да, это не ошибка. На современных подводных лодках не один, а несколько перископов. Впрочем, вокруг сейчас никого нет. Значит, можно продолжать. Теперь, чтобы запустить ракеты, не обязательно показываться на поверхности. Товарищ командир, есть нормальные условия старта по всем величинам. По учению, боевая тревога, ракетная атака. Боцман, ныряй. Есть, ныряй. Предстартовая подготовка занимает несколько секунд. При этом крейсер может ударить не одной, а сразу несколькими ракетами. Пока в отсеках лодки звучит сигнал тревоги, происходит автоматическая предстартовая проверка. Старшему помощнику командира контроль нормальных условий старта. Есть контроль нормальных условий старта. Биус, реши задачу контроль НУС. НУС, то есть нормальные условия старта, это правильная скорость, глубина, крен, дифферент. И давление в отсеках. Когда все приведено в норму, звучит самая важная команда. Боевая тревога, ракетная атака. Обязательный маневр после атаки, уход на глубину и тут же в сторону. Глубина 20, два на нас, погружается. В этот момент особенно важно понимать, что корпус не дал течь. И что все внутренние системы работают в штатном режиме. Давление в системе, ВВД гидралики в норме. Ну и конечно же, что рядом не появился противник. Акустический горизонт чист. Битва на ГКП, это конечно хорошо, но тут явно не хватает реального противника. Эту проблему на Камчатке тоже решили. На территории базы открыт центр, в котором подводники могут воевать друг с другом. Пусть и на компьютере, но в режиме, максимально приближенном к реальности. Так, как это было бы во время настоящей подводной дуэли. Исходная тактическая обстановка. На маршруте развертывания ожидается противодействие подводных лодок противника типа «Вирджиния». Мы сейчас находимся с вами в помещении универсального специализированного тактического тренажерного комплекса «Дуэль». Здесь с помощью автоматизированных рабочих мест отображаются боевые посты на атомных подводных лодках второго и третьего поколения. Сейчас у них идет торпедная атака. Сейчас, да, идет торпедная атака. Они выполняют кабинетное боевое упражнение. Атака, контратака подводной лодки противника. Торпедные аппараты 1, 2, 5, 6, ПЛИ. Есть ли? Вот, смотрите, вон на фор. Курс 80. Есть ли он на борт? 80 метров. Курс 80. Есть пару раз на губе 380. Выгнал, 200 и полсотни. Лодка погружается. Обе турбины вперед 200. Увеличить хвост от 22 узлов. Работать вперед 200. Военная приемка уже третий раз приезжает в Вилючинск. И опять встречает что-то новое. База растет ударными темпами. Но тут надо сказать, что строится не только база. Но и корабли для нее. Эти кадры из закрытых цехов Севмаша. Идет монтаж корпусов подводных крейсеров класса Борей-А. Относящихся к поколению 4+. Как говорят конструкторы, создавшие эту лодку, ничего более совершенного в этом классе. Нет ни на одном другом флоте мира. Уже известны имена тех атомоходов, которые будут служить на Тихом океане. Это генералиссимус Суворов и император Александр Третий. Легендарный полководец и один из самых значимых российских монарков. Первый когда-то написал науку побеждать, а второй говорил, у России есть два союзника – армия и флот. Что ж, давайте добавим к этому списку флот подводный. Ну а на нем – подводные силы Тихоокеанского флота. Уникальное соединение, которое, несмотря на все тяготы природы, растет и развивается. Редактор субтитров А.Семкин